Запись пошла. Все, всем привет! Сегодня будем вместе с Кириллом Зубовым и Артемом Осиповым рассказывать вам про... слушать доклад от Кирилла про доклад... все уже запутал с утра. Доклад про состояние нашего рынка труда, про наши зарплаты и все остальное. В общем, не будем тянуть. Кирилл, тебе слово. Да, давайте я начну. Тогда сейчас, секунду. Что-то у меня слайд не переключается. А, все отлично. Так, в общем, меня зовут Кирилл. Я из компании Cornferry. Cornferry – это такая крупная американская консультантная компания, которая занимается всеми вопросами, связанными с персоналом, так или иначе. В частности, работа с вознаграждениями, анализ рынка, зарплаты – это одна из наших ключевых практик. Такая самая популярная, классическая. Я не с тех людей, знаете, к которым можно прийти и спросить, а сколько мне просить у работодателя на рынке обычно. Обычно мы работаем как раз с компаниями, которые пытаются понять, сколько им платить свои людям. Немножко расскажу сегодня, как работает этот рынок в принципе и посмотрим на то, как разработки платят у нас согласно данным от компании, непосредственно, которые мы собираем, а не согласно восприятию людей, которые ищут работу. Для начала давайте поговорим о том… Да, я уже говорил в начале, на всякий случай, кажется, людей было меньше. Если что, задавайте вопросы и попрошу ведущих следить за вопросами, потому что обычно удобнее на вопросы мне лично отвечать по ходу, а не в конце. Итак, если мы говорим про практику, которая называется CNB, вообще, да, есть такие люди, специальные CNB-менеджеры практически в каждой компании, те, кто отвечают за компенсации льготы, собственно, compensation benefits – это и CNB. Много или мало вам не платят практически никогда, за исключением вопиющих случаев каких-то, потому что платят обычно справедливо или несправедливо. Эта вот справедливость обычно определяется, исходя из того, что конкретно вы делаете, ваш функционал и ваш вес в вашей компании, скажем так, об этом чуть попозже поговорим. Относительно внешнего рынка в регионе, да, конкурентоспособность оплаты, так называемая, и сопоставимых с вами позиций внутри вашей компании. При этом надо понимать, что сопоставимые с вами – это не обязательно позиция, которая называется так же. Сопоставимые по весу могут быть, например, бухгалтер и программист в том числе, разработчик, или продавец и маркетолог и так далее. Сопоставимых позиций может быть очень много, как раз для того, чтобы иметь возможность сравнивать должности с разных функциональных зон, и существует такое понятие, как грейдинг в целом. Также на вознаграждение зачастую влияет еще и то, что вот здесь я мелким шрифтом специально приписал, потому что как мелкий шрифт, оно обычно и воспринимается. Обычно, если у компании есть, скажем, проблемы с менеджментом, или с процессами, или с реализацией стратегии, развития, в общем, огромная куча вещей, то компания, когда не может с этим справиться, или не хочет почему-то с этим работать, и считает, что вполне окей компенсировать это, например, повышение денег, которое вы получаете. Сейчас чуть поговорим про то, как обычно как раз вот этот вес определяется. Мы поговорим про методологию нашей компании. В прошлый раз меня ругали, что я не назвал методологию. Методология называлась изначально Hey Group Guide Charts Profile Method. Она называется по названию компании Hey Group, которая влилась в итоге в Курнфейре. Методология появилась в середине 20 века, и с тех пор, в общем, используется самая популярная методология для анализа должностей. Очень часто можно увидеть такое когнитивное искажение, когда очень хочется анализировать зарплаты, исходя из названия должности, например, медлы с медлами. Понятно, почему так происходит, но зачастую это не самый корректный подход, потому что мидл в одной компании условный мидл. В другой компании мидл занимается совершенно другими вещами. На примере, который у меня здесь на слайде с продавцами, это понять, в общем, проще, потому что менеджер по продажам может называться как парень в колл-центре, который надоедает вам звонками все метра, так и человек, который занимается многомиллионными сделками в какой-нибудь нефтегазовой компании. Понятное дело, что сравнивать зарплаты таких людей некорректно. Ну и, соответственно, очень важно, чтобы эти критерии были одинаковыми у всех компаний, которые условно мы берем в контуры, в обзор. Потому что один оценил своих одним критерием, потому что у меня парень, который медлом работает, скалывает до 12 ночи, а другой по другим параметрам оценил, потому что у меня парень, код пишет великолепно, условно, да? Много будет условных примеров, просто не хочу очень подробно останавливаться на каждом моменте. Если будут вопросы, пишите. В общем, да, надо помнить, что должность вообще в компании существует для того, чтобы она какие-то задачи решала, и компания платит за решение задач. У нас используется методология, ну там на самом деле больше факторов, это такая упрощенная версия, где оценивается трественных факторов, ответственность, решение вопросов и знания и умения. Логика здесь такая, что ответственность — это как раз ключевая зона, это как раз выполнение каких-то функций, которые организация хочет, чтобы должность выполняла. Это ответственность за результат, может быть, и так далее. Вот эта вот задача реализует должность с помощью того, что решает какие-то вопросы в процессе того, как работает. И вот он фактор решения вопросов. И вопросы должность решает, исходя из знаний и умений, которые у него есть. В принципе, все достаточно просто. Соответственно, когда мы оцениваем у каждой должности вот эти вот факторы, получается оценка у нас, получается какая-то оценка того, сколько должность, в принципе, весит в компании. И вот этот вес отражает уровень, на который эту должность можно разместить. В принципе, есть такой принцип минимально ощутимой разницы. разница между двумя должностями можно понять, между двумя уровнями должностей. Можно понять через минимально ощутимую разницу. Сейчас объясню, как это делается. Простая такая, простой тест с пятницы на понедельник. Представляем, что вас повысили в должности в пятницу, и в понедельник вам нужно выйти на новую работу. Если это продвижение кажется логичным, в целом комфортным, вы осознаете, что работа стала сложнее, то есть это можно отследить. Но при этом это комфортное продвижение, оно кажется естественным. Вы чувствуете, что в принципе уже какое-то время и работали, исходя из требований новой роли. Теперь это подкрепили официально, и другие задачи дали, и так далее. Вот это разница между должностями в один шаг. Если то же самое происходит, вы выходите в понедельник на работу, и у вас есть ощущение, что ваша новая работа значительно более сложная, чем та, что у вас была. И вам кажется, что... Ну, в принципе, можно понять позицию, с которой это не самое логичное продвижение. Да, что это на самом деле смелое продвижение. И вы понимаете, что чтобы освоиться в новой роли, у вас уйдет больше полугода точно. Вот это разница в два шага, в два уровня. Ну и, соответственно, разница в три уровня между двумя должностями — это когда ваша новая работа в понедельник — это совершенно другой миф. Вы вообще не понимаете, что вам нужно будет делать. У вас процентов 80-85 нового функционала. Вам, чтобы справиться с этой работой, она настолько сложнее, что вам нужно вот прямо все силы, которые у вас только гипотетически есть, приложить для того, чтобы справиться и остаться на этом месте. Это очень рискованное продвижение. Вам нужно будет больше года, чтобы разобраться с новой работой. Вот это разница в три шага. Прямо сейчас есть какие-то вопросы по тому, что уже было... Мне понравился наброс в чат, что если меня переведут на бухгалтера, это значит, что у меня повысили на три шага? Нет. Конечно, нет. Мы говорим в рамках одной, мы это называем семьи должностей. Понятное дело, что тест с пятницы на понедельник не работает в случае, если вы меняете функциональную отрасль. Смотри, ну тут в целом много вопросов, да, но они все связаны непосредственно с зарплатой. То есть как торговаться, говорить, привязка доллара и так далее. Я так понимаю, что мы иногда попойще, короче, вернемся к этому. Третья или четвертая сессия моя на разных подлог крю, и всегда одни и те же вопросы на моей сессии. Ну что ж. Ладно, давайте тогда пока оставим вопросы. Только вопросы непосредственно по зарплату, что на нее влияет, как они общаться и так далее. поговорим в конце. Ну и не ждите, что я так скажу вам. Придите и скажите вот этой, вы получите плюс 70%. Такого не бывает. Соответственно, сейчас немножко просто теории, да, про то, чтобы вы понимали, как зарплата в принципе формируется. Значит, вот мы определили уровни для всех должностей, которые у нас есть. То есть мы, это, допустим, мы организация. И, ну, понятное дело, что не везде есть грейдинг, но в том или ином виде система, ну, система грейдов или а-ля грейдов практически везде есть, кроме очень маленьких организаций. В маленьких она действительно не нужна просто, потому что там скорее сдельный подход к оплате. Соответственно, вот у нас получился некий грейд, какой-то уровень, да, или грейд, бэй и так далее. И мы, как организация, к этому грейду уже привязываем какую-то вилку обычную. Вилку оклада, предполагаемый размер бонусов, годный пакет какой-нибудь, если ваша должность подразумевает получение каких-то долгосрочных премий, то и их тоже. То есть у нас не просто деньги получают не люди, а должности. Так еще и должности обычно вписаны в какую-то структуру, в которой эта должность попадает в некую вилку, соответственно, как понять, что конкретный человек будет получать, получив какую-то должность, какого-то уровня, у которого есть какая-то вилка. Про грейд мы поговорили. Всегда есть понятие рыночной актуальности, вообще умений и навыков, да, например, все мы знаем, что IT очень сильно перегрето последние лет, наверное, пять. Это по факту значит, что вот у нас есть, допустим, две должности 15-го уровня какого-нибудь, да, называемого 15-го пока. И, допустим, это, не знаю, менеджер по продажам, бухгалтер и разработчик софта. Разработчик софта в среднем будет получать процентов на 30 больше, несмотря на то, что одинаковый грейд говорит о том, что в целом, в среднем, две должности, например, менеджер по продажам и разработчика одинаковый вес для бизнеса несут. Вот. Это вот как раз про рыбочную стоимость умений и навыков. Умение компетенции конкретного сотрудника или это часто в HR называют талантом, чтобы как-то называть, это как раз уже конкретно про вас. Если вы владеете определенными навыками для того, чтобы попасть на какую-то должность, на какую-то работу, это скорее гигиенический фактор. Если бы вы этого не умели, вас, в принципе, не взяли. А вот что может принести вам больше денег, чем, скажем, аналогичным людям, которые в той же компании и на той же работе работают. Это то, например, что вы владеете чем-то тем, что не умеют другие. Это зачастую оказываются не навыки разработки на трех-четырех языках, а это могут быть навыки, например, выстраивания коммуникации или развития других или еще чего-то такого. То есть то, что мы называем обычно поведенческими компетенциями, поведенческими индикаторами, в работе. Ну и, естественно, достижение результата на конкретной работе. Это вот все про KPI, OCR, выполнение задач и так далее. Так, вот здесь есть вопросы по теме? Здесь обычно есть. Так, ну, если честно, вроде бы нету новых. Окей. Тут, конечно, вопрос про налоги в сфере IT и если льготы, но... косвенно, да. Ну, это тоже не совсем... Это косвенно, да. Да. Не совсем по теме. Какие вопросы задаются... Ну, вообще, какие вопросы задать, чтобы понять вес должности? Вот вы их видите на своем экране. В принципе, если вы или ваши руководители могут ответить про вашу должность вот на эти вопросы, то можно достаточно легко определить ваш уровень в какой-то известной системе, например, в нашей. Но здесь, в принципе, эти вопросы не для того, чтобы устроить вам тест, кто я из очарованных условный, а для того, чтобы вы поняли, какие вопросы, в принципе, влияют на определение вашего уровня внутри организации. Ну, здесь ключевое, да, вот мы здесь посмотрим на зону ответственности. Мы видим зону про контроль, как часто вас контролируют, насколько часто вас нужно контролировать в принципе и по каким параметрам оценивается оценивать свою работу, в том числе количественное влияние, потому что количественные указатели чаще влияют на зону ответственности, чем качественные. Какие вопросы вы решаете и насколько у вас есть какие-то прописанные процедуры для решения вопросов, с которыми вы встречаете в рамках работы, или же вам нужно самому разрабатывать некие решения для того, чтобы решать свои вопросы. Это не такой простой вопрос, как кажется, потому что обычно людям кажется, что мы вообще на каждый вопрос разрабатываем новое решение, но по факту обычно это оказывается не так, потому что в организации есть какие-то процессы, даже устоявшиеся какие-то вещи и так далее, которые, в общем, говорят о том, как решать вопросы и это не является разработкой нового пути решения. Ну и со знанием умения все, я думаю, понятно достаточно. теперь смотрите, мы медленно переходим в зону непосредственно денег. Так, вот уже вижу дополнительный вопрос появляет. Сейчас поговорим про это все. Или сначала поговорим, потом к деньгам перейдем. Ну, можем поговорить. Оттянуть, так скажем, самое интересное. Ну вот у Ивана, например, Мирошниченко, есть вопрос, как объективно оценить вклад сотрудника. Мы здесь про конкретно человека говорим, да, и про должность. Как оценить вклад, но объективно, если ты не поставил задачи сотруднику, то оценить его вклад довольно сложно, потому что если нет только в каком-то виде поставленных перед сотрудником задач, сделать то-то, сделать столько-то того-то, я не знаю, но очень-очень по-разному это может быть, но в любом случае оценить вклад без поставленных задач невозможно. Соответственно, в более классических отраслях, это, например, KPI, и это самый объективный способ оценить вклад, который только может быть, другое дело, что иногда KPI неправильно пишется, ну и, соответственно, сотрудник просто делает не совсем то, что вообще организации нужно. Но это максимальная попытка в объективность, скажем так. В IT, зачастую, используются системы более, ну, более софтовые, скажем так, когда, например, у темлида или у непосредственного руководителя есть возможность динамически менять требования, какие-то задачи и так далее, но здесь мы неизбежно сталкиваемся с ситуацией, в которой чем больше гибкость, тем больше субъективность. Потому что обеспечить большую гибкость можно только передав как можно больше полномочий непосредственно руководителю. Чем больше у него полномочий, тем более субъективен он будет, ну, в теории, во всяком случае. Поэтому обычно, если мы передаем право решать, какие задачи выдавать сотрудникам, то руководителю нужно учить правильной постановке целей. и вообще в принципе работать с непосредственными подчиненными, потому что, как правило, работа с подчиненными и вообще менеджерская работа больше похожа на другое менеджерство, чем на то, чем вы занимались раньше. Если вы были разработчиком, потом вас поставили руководителем на дело разработки, то скорее всего будет сталкиваться с работой, с которой раньше не сталкивались, когда были разработчиками. Я надеюсь, что это не слишком банально звучит, но это все, это то, что мы видим каждый день. Кирилл, а тут вот такой вот вопрос. Есть ли риск и какой, что пузырь рынка IT лопнет в будущем? От чего это зависит? Ну, я бы нашел такой риск. Вот если внезапно людям перестанут нужные новые технологии, то да, есть риск. А так, в принципе, так как у нас все диджитализируется, уже все ушло в технологии, что только могло, что не могло, уже идет, а что не идет, то умирает медленно. И учитывая, что технологический рост все сильнее и сильнее происходит, то есть новых людей, которые занимаются IT-отраслью, нужно все больше и больше с годами. Даже несмотря на то, что все пошли сейчас учиться последние пять лет. Как в 90-е все пошли с юристами и экономистами, и там тогда, помните, перегруз случился, когда сначала они действительно много зарабатывали, потом все пошли научились быть юристами и экономистами, и они, в общем, стали на какое-то время не очень нужны, потому что был переизбыток кандидатов на рынке. Мне кажется, с IT-такого не произойдет, потому что изо дня в день нужно все больше и больше IT-специалистов, поэтому IT-компании уже начинают чуть ли не с школьной скамьей вести людей, чтобы потенциально кого-нибудь себе найти. И тут еще надо не забывать, что людей количество увеличивается в IT, но качественных людей будет какое-то постоянное значение, скорее всего, потому что все не могут топово разбираться в своей отрасли. И так как крупным компаниям нужны лучшие из лучших, и сейчас, сейчас обычно берут побольше, а потом уже в процессе работы смотрят, как справятся, но качественных людей нужно все больше и больше, и их не выпускается столько привычными площадками типа университетов, поэтому открываются всякие эти университеты, гигбрейсы и все остальное. Ну, холи что-то цепил, тут есть как раз вопрос про гигбрейсы. Вот выпускники всяких гигбрейсов как-то влияют на общий уровень ЗП. Ну, это вот, видимо, прямо. Вот смотрите, тут я сразу хочу черту небольшую провести, тут я скорее мнение свое выскажу, нежели чем позицию консалтинговой компании, потому что это, конечно, не наша сфера как консультантов определять по каким строчкам в резюме занимать людей. Мне кажется, в последнее время тренд идет все сильнее к тому, чтобы классические вещи типа образования в престижном университете становились менее важными и более важными становятся непосредственные навыки, которые можете дать компания, что вы реально умеете делать. На это смотрят больше, и особенно в IT как в отрасли достаточно прогрессивной, если сравнивать с другими. Поэтому я думаю, что если образование, я просто не знаю конкретно как учат Geekbrains, не знаю, насколько это хорошая вещь, не сталкивался, но если оно реально учатся каким-то прикладным навыкам, которые можно применять в работе, то оно безусловно поможет вам, особенно если это навыки, которых у вас не было раньше. но качество вопроса, потому что никогда не сталкивался, сам не пользовался и ничего не могу сказать. Может, вы знаете, ребята? Я под запись таких вещей говорить не буду. В общем, ответ такой, дополнительные навыки, которые вы можете применить в работе, безусловно, помогут вам. А вот где их получить, это уже вопрос не ко мне. Значит, вот я специально так вот очень абстрактно и общо описал уровни, которые вы увидите дальше. Это нужно для того, чтобы как раз вы поняли данные, которые будут дальше, потому что мы их предоставим исключительно в концепции уровней. Там нигде не будет написано мидор, работчик вы вырабатываете только. Тут что надо отметить. Последние два года специалистов 12 уровня мы вообще не видим на рынке. То есть, видимо, совсем юниоров перестали брать, может быть, те компании, которые у нас участвуют в Абвере. И что еще мы видим? Так, подождите, подождите, рано. Да, есть еще вот уровни повыше. Значит, если мы говорим про мобильную разработку про мобильную разработку только, то ситуация такая, что в среднем у всех должности до 16 уровня включительно. Выше именно в мобильной разработке обычно не видим. У меня нет прямого ответа на вопрос почему. Я предполагаю, что после 16 уровня, там, на 17 и так далее, позиция уже предполагает ответственность не только за мобильную разработку, а уже за, так сказать, более широкие направления. Но это версия. Можно, прошу, а может быть такое, что просто растят сами сотрудники и поэтому не нанимают? Тут дело не в найме, да, мы же не на найм смотрим. У нас данные, то есть, как вообще построили данные, которые я сейчас покажу и откуда мы взяли. Мы общаемся как раз с CNB отделами компаний. И они нам подают данные по каждому сотруднику условно. Мы не собираем имена и так далее, мы собираем просто как раз уровни функциональные семьи, должностей и так далее. Сколько фактически было выплачено денег за год? Вот такие данные. Соответственно, мы не работаем с восприятием зарплат, мы работаем с фактическими зарплатами. Все, я понял. Это, кстати, важный момент, потому что часто, когда показываю реальные данные, людям на таких сессиях кажется, что данные занижены, но на самом деле тут просто нужно помнить, что фактически зарплаты людей и предложения в офферах это разные вещи. Если человек работает три года на одной и той же работе, например, у него зарплата скорее всего будет на 30% примерно ниже, чем у того, кто только что пришел в эту компанию, потому что рынок двигается, а его зарплата необязательна и так далее. Итак, начать хочу вот с каких данных. Вот это данные в принципе по всем разработчикам, не только мобильным. Специально показываю эти данные сначала, потому что их просто больше и можно хорошо увидеть общее состояние рынка. Здесь используется классическая статистическая модель с медианой и перцентилями. То есть средние зарплаты при анализе никто не смотрит, потому что это некорректно большие данные будут перевешивать в крупной смысле зарплаты. Поэтому медиана, то, что вы видите, медиана, это то, что обычно называется рынком, то есть это какая-то реальная зарплата, ниже которой платят 50% рынка и выше которой платят 50% рынка. Ну и, соответственно, перцентили. Выделил с 13 по 16 уровень, потому что это те уровни как раз, где обычно располагаются разработчики мобильные не исключения. Я дам минутку посмотреть. Наверное, уточняющий вопрос это зарплаты в гроз и зарплаты. Это среднемесячная. То есть обычно вообще, когда мы работаем с данными, мы смотрим на годовые зарплаты, потому что это то, что организации волнует в целом. Здесь вот верхняя часть это оклад плюс все фиксированные надбавки, если они есть. Ну то есть это то, что гарантированно люди получают вне зависимости от того, как они проработали. И снизу это плюс краткосрочное вознаграждение, так называемое. То есть это то, что можно и не получить в контексте года за задачи, которые не более чем на год ставятся. Есть в чате какие-нибудь мнения о том, насколько это ниже, нужно, и вообще неправда? Есть коммент, что это маловато, что-то? Если всем всегда так кажется. Это данные вообще, кстати, по России или... Москва. Москва. Москва, но тут важное замечание 2019 год. Актуальные данные я вам не могу показывать по корпоративным политикам, а вот за прошлый год могу. Ну то есть учтите, что в среднем в этом году на 5-7% будет больше. Давай, раз уж мы заговорили про 2020 год, то у нас есть вопрос в Q&A и спрашивают, как пандемия повлияла на ЗП и повлияла ли она вообще? Повлияла, это на самом деле долгий такой вопрос, повлияла, но очень по-разному. Где-то повлияла, где-то нет. В IT отрасли, в основном в IT и в передовых банках говорят, что мы растем как на дрожжах, мы вообще не видим смысла менять как-то подходы к вознаграждению. в отраслях или более классических, или торгующихся на бирже и так далее, естественно, применили всякие косткатинговые процедуры. если, скажем так, компании чуть-чуть относящиеся к своим сотрудникам порезали в основном зарплаты топ-менеджеров и на какой-то срок, то некоторые компании понизли зарплаты всем на 15-20% обычно такая практика до конца года, может, больше. Где-то найм закрыли, где-то а где-то наоборот, например, ввели так называемый hero pay, то есть какие-то дополнительные выплаты за дополнительные старания, связанные с выходом из кризиса. То есть сложно ответить про все, потому что у всех все очень по-разному. Мы вот, например, недавно опрашивали HR и HR и бизнес про то, насколько они вообще готовы к удаленке повсеместной. И там было такие 9 разных факторов, которые, как нам кажется, нужно учитывать при оценке готовности кампании к удаленке. Практики вознаграждения один из них. Из всех 9 практики вознаграждения набрали наименьшее балло, то есть сами люди из HR и бизнеса говорят о том, что с точки зрения новых реалий вознаграждение готово хуже всего. Потому что люди пока не очень понимают, что с этим делать. Нам вроде нужно всех переводить на удаленку, а вроде не нужно, а вроде ой, опять нужно, Собянин написал. Ну и так далее. Так что я бы сказал, что с точки зрения именно зарплат и вообще работы с вознаграждением по большей части рынок пока ждет или думает, что делать. Спасибо. Так, можем идти дальше, наверное. И смотрите, тут сейчас данных будет меньше, это нормально, потому что мы будем опускаться ниже, ну, более узкие нарезки данных смотреть, чтобы... Так вот, вот у нас данные по мобильной разработке. И, к сожалению, по большей части уровней только медиана сложилось. Но, тем не менее, достаточно для того, чтобы посмотреть тренд. Мы видим, что мобильные разработчики в целом оплачены лучше, вообще все разработчики. Вот в прошлом у нас все, вообще кто может быть, все языки. Здесь только iOS и Android, и, ну, вы видите, что на большинстве должностей, ну, а большинство должностей у нас на 14-15 уровнях, в среднем 26-30% выше получают мобильные разработчики. Это те же самые данные, да, просто нарезали только мобильную разработку. Здесь еще нужно отметить, мне кажется, то, что, ну, вот, то, что на 14-м уровне есть 10-й и 90-й перцентиль, и значит, что там больше всего сотрудников находится. 14-й уровень это уровень хорошего специалиста, это в некоторых компаниях так называют джунов, но по мне это скорее такой ранний мидл. И мы видим, что именно в мобильной разработке здесь больше всего сотрудников, что, опять же, предоставлю вам возможность подумать, с чем это связано. Я вчера пообщался с несколькими коллегами из разных компаний мнение делится, поэтому точно не скажу. Отличается ли оплата Android-разработчиков от мобильной разработки в принципе? Да нет, на самом деле. Тут данных еще меньше, мы берем только Android, тоже в целом нормально, но данные практически не различаются. Так что можно, в принципе, сказать, что практики оплаты iOS и Android-разработчиков одинаковые. Есть вопросы? Я не могу не спросить, а есть ли уже какие-то, ну, появляется ли вообще в целом вакансии там по Flutter, например? Как ни кратина, он входит в нашу жизнь. Вашу входит, а вот в жизнь HR-подразделений, которые занимаются вознаграждением, пока нет, я бы сказал. Более того, ну, тут поймите, для CNB-отделов, которые назначают вам зарплату, если вы большая компания, вы больше разработчик, чем разработчик какого-то языка. И больше-больше разработчик определенного уровня. У меня вот здесь нет, но я вот какую-то из прошлых сессий делал, ну, вот даже мы можем сюда посмотреть. То есть уровень на зарплату влияет в целом больше, чем что бы то ни было еще. Соответственно, да, последние, скажем, 3-4 года очень сильный тренд на то, чтобы анализировать вознаграждение разработчиков разных языков, потому что понятное дело, что они на рынке встречаются с неодинаковой частотой. людей, владеющих, не знаю, Котлином меньше, чем PHP. Но когда смотришь на собранные данные, видишь, что, в общем, отдельно выписанных разработчиков языков, тех, которые можно отнести к языкам пореже, не так много, их обычно не хватает для анализа. Мы вот уже, например, 3-4 года слышим про то, что CNB-отделом хочется анализировать отдельно разработчиков ГО. Но когда мы собираем данные, мы видим, что данные по ГО подали 3-4 компаний. Ну, там, из 50-60, условно. Поэтому я думаю, что еще более новые языки пока что у компаний типа моей, во всяком случае, в обзорах ждать не следует. Понятно. Окей. И давай тогда еще немножко проговорим про систему уровней. Нас спрашивают, это система уровней условная или стандартизирована для РФ в смысле описания 12-13 и прочих уровней. Вот я, собственно, вводную часть как раз делал для этого, чтобы показать, что нет, то есть, система уровней сама по себе, да, она понятная, но она измеряется в очках должности, да, условно. для того, чтобы понять, на какой уровень определить конкретную должность конкретной компании, приходят консультанты типа меня, я не прихожу, но аналитики приходят, и задают вот эти вопросы условно, да, про должность людям, которые в этом понимают. Когда мы получаем ответы на эти вопросы, мы можем определить как минимум примерно, обычно точно, нет, скорее всего же примерно, когда мы говорим про упрощенную методологию, на какой уровень должна попасть должность. Вот это я сделал для того, чтобы, в принципе, было чуть понятнее, как читать вот эти данные. Но с уверенностью, пока не проведен анализ должности, я не могу сказать, что вот ты, Алексей, 15 уровня. Спасибо. То есть, когда мы проводим обзор, все компании к нам приходят, мы с ними обсуждали, все должности, которые у них есть, все должности потом разнесены по этим уровням, они нам по этим уровням подают данные, и мы уже их анализируем. И так каждая компания. У нас всего, если не только IT-рынок, брать 600 в обзоре каждый год. Ну что? Вот тут еще специально данные проектных менеджеров добавил на всякий случай, потому что спрашивали, начиная с первой же сессии. И мы видим, что мобильные разработчики оплачены примерно настолько же лучше проектные менеджеры, как и в сравнении с вообще разработчиками. Что говорит, скорее всего, о том, что мобильщиков все еще маловато на рынке. Если кому-то это нужно, то вот данные по регионам. я основные выделил, как сочетается средняя оплата в регионах с Москвой. Здесь я должен отметить, что вот эти данные рассчитаны не из IT-рынка только, а из всех данных, которые у нас есть, потому что региональное сравнение лучше делать на чем, ну, как можно большем количестве данных. Вот, потому что, ну, чтобы именно региональные практики отследить, а не практики какой-то индустрии. Слышал, как заранее там спрашивали, что повлияла ли пандемия на эту ситуацию, стали ли платить в регионах по-другому с повсеместной удаленкой, потихоньку начинают, я бы сказал. Но это все еще сложный вопрос, потому что, ну, базово, да, у тебя есть региональная специфика, потому что стоимость жизни отличается в регионах и в Москве. И если у тебя человек, каждый работает в Хабаровске, то имеет ли для тебя смысл оплатить ему московскую зарплату? Давайте вопросы посмотрим. Какие примеры бонусов есть для middle-finger разработчиков? Блин, это такой вопрос, знаешь, как, не знаю, в комментариях ВКонтакте спросить, есть ли какая-нибудь классная работа. бонусы это всегда то, что, ну, то есть, бонусами вообще компания хочет тебя мотивировать сделать определенные какие-то вещи, да, не просто сидеть писать код, а писать определенный код или, ну, очень много есть разных примеров. Соответственно, нельзя ответить, какие есть хорошие бонусы для middle-finger разработчика, не разбираясь в том, чем этот middle-finger разработчик занимается и в какой он компании работает и что компания хочет, чтобы он делал. Потому что вообще какие-то показатели эффективности и бонусы, соответственно, существуют именно для этого, для мотивации делать что-то конкретное. Сравнивая зарплату разработчикам в США, дам мобильным разработчикам получать среднюю ЗП относительно своих коллег. Почему в СНГ такой заметный перекос 15-20%? Я думаю, что у нас просто нужно их больше выше дефицит. Это самое, ну, это самое логичное объяснение, как мне кажется. Вот. Я думаю, что связано это с тем, что у нас рынок рос не совсем линейно. У нас он был не на очень высоком уровне, а потом был резкий бум. И, соответственно, люди учились, получали какие-то скиллы, учились языкам, исходя из ситуационных потребностей, не было полномерного набора навыков. Вот сейчас, например, я не знаю, вырос какой-то момент, выросло какое-то количество, гейм-дев-компаний в России, например, и внезапно начинается спрос большой и дефицит на гейм-дев-разработчиков. Это так работает. Вот. Я думаю, что с этим связано. Кирилл, есть ли какие-то данные вообще о росте зарплаты, опять же, про Запад, если мы говорим? То есть у нас, понятно, у нас пузырь, у нас зарплаты растут как бешеные каждый год и так далее. А что на Западе вообще происходит? Я бы сказал, что, во-первых, во всем мире всегда, во все времена всегда есть такой постепенный рост зарплат. Рынок всегда будет расти постепенно, потому что есть инфляция, потому что существует экономика, потому что меняется стоимость жизни, меняется стоимость услуг и так далее. Запад, в общем, я бы не сказал, что ситуация прям кардинально отличается, там просто все постабильнее с точки зрения того, что там супер пузырение, как у нас, но у нас это, не знаю, нельзя уже пузырем назвать, мне кажется, это мячик вполне себе или стальной шар, не знаю. Я думаю, что ситуация с повышенными зарплатами в IT еще лет 10 минимум сохранится, пока совсем много не станет тех, кто научился это делать. На Западе, я бы сказал, примерно все то же самое, просто, просто, тут поспокойнее. По моим наблюдениям, в этом случае, так, в большей части стран Европы, в США, там, в принципе, свой мир во всем. И в обычной жизни, и в политической, и в рабочей тоже. Там, например, ну, я не знаю, ключевая льгота может быть в какой-нибудь долине, это услуги окулиста, потому что там дорого и вообще. И обязательно, чтобы на семью распространялось. А у нас даже не задумается, скорее всего, никто о том, что такая льгота может ему понадобиться, потому что у нас подоступнее такие услуги в Москве, когда садим. Поэтому, ну, Америка свой мир, но в целом, как бы, тенденция линейного развития такая же, как везде. Спасибо. Какие-либо источники для сравнения хорошей таблицы компетенции. Хорошей таблицы компетенции здесь, опять же, нужно понимать, что мы под компетенциями понимаем. Мы, там, люди, которые с HR работают, понимают под компетенциями поведенческие индикаторы, говорящие об эффективности в роли. Если очень коротко обсудить, ну, если очень коротко пример привести, да, то, если мы возьмем компетенцию клиента ориентированность, а это именно поведение, то, например, официанту без клиента ориентированности очень тяжело будет стать хорошим официантом. У меня, кстати, есть здесь слайд про компетенции. Значит, у нас есть вот такая модель. Мы так оцениваем людей, их соответствие какой-то роли. Я это просто так показываю, чтобы понять, откуда я взял то, что я сейчас покажу. У нас есть такие, так называемые, профили успеха, то есть прописанные как раз компетенции, черты характера, мотивы и так далее. Для людей, которые преуспевают в разных ролях. И такое есть практически для каждой роли, которая существует хоть где-либо. Так вот, я залез в профиль успеха разработчиков софта. Естественно, они не будут отличаться от разработчиков Android, iOS или, скажем, PHP, потому что ты, скорее, разработчик в этом плане. И вот топ-6 поведенческих индикаторов, которые говорят об эффективности в роли разработчика. Ну, то есть, потенциально это вещи, которые будут вести к карьерному росту и успеху. Естественно, все не так просто работает, но для, ну, как бы, для какого-то ориентира это может помочь. Обычно в IT, я знаю, это подтопление компетенции, что-то другое немножко понимается. С этим, я думаю, ребят с подлодки лучше помогут, чем я. Ну, когда мы про навыки говорим какие-то. Какие налоги в России в сфере IT, есть ли льготы, какие члены делают работодатели и работники? Я могу только очень в общем ответить на этот вопрос, потому что это ближе к юридическим вопросам. Я в них не очень хорошо разбираюсь, потому что я, в отличие от некоторых моих коллег, никогда не работал в бэндхаусе. То есть я не был внутренним HR, поэтому я такие вещи знаю не очень хорошо. Вообще, отчисления, ну, вы их знаете, скорее всего, это налог на доход. Это то, о чем вы обычно знаете. Обычно вы не знаете еще социальные отчисления и так далее. Они в среднем занимают около 30% от вашей зарплаты. Это работодатель платит тоже неименуемо, просто вам об этом не говорит. Я знаю, что недавно Путин ввел упрощенное налогообложение для какой-то категории IT-компании, не помню точно, для какой. Там в целом должно быть попроще, но, честно, я здесь вообще не эксперт. Если хотите, спрошу у коллег, напишите мне после в слайке, и я уточню. Есть ли статистика, подтверждающая, опровергающая гендерный разрыв в зарплатах? Есть статистика, опровергающая гендерный разрыв в зарплатах? Сейчас объясню, как это работает. Обычно, когда говорят про гендерный разрыв, говорят, что мы знаем гораздо больше гендиректоров мужчин, чем женщин. связано это в основном с тем, что мужчин в принципе чаще принято строить карьеру и добиваться руководящих позиций. Так исторически сложилось, потому что внимание, шок-контент, извините, я не шовинист и так далее, но женщинам иногда свойственно прерывать карьеру ради беременности. В таких условиях, когда ты иногда прерываешь свою рабочую деятельность на пару лет, карьеру строить в целом сложнее немножко. Но, если мы посмотрим, а мы в Корнфейле делали анализ вообще всех данных зарплат по всему миру, то есть около 25 миллионов зарплат. И выяснилось, что, если мы сравниваем не просто женщин и мужчин, а женщин и мужчин на одинаковых уровнях, как раз тех уровнях, о которых я говорил вначале, то выяснится, что разница не выходит из статистической погрешности разница 1-2%. В России, например, когда я последний раз анализировал такие данные в 2018 году по России, там даже получалось, что на руководящих позициях, на высоких на том позициях женщины больше получали, чем мужчины. В среднем. нужно что-то еще прокомментировать по-гендерному? Я думаю, не стоит. Можем, кстати, по вопросам пойти с обратного направления, то есть сверху вниз. Но там, конечно, сейчас будут вопросы, связанные с зарплатой непосредственно. Собственно, первый вопрос это как правильно торговаться за зарплату. Правильным ответом будет, а почему ты хочешь торговаться за зарплату? Я бы сказал, тут это опять же очень сложный дискуссионный вопрос, и я тут тоже не как консультант отвечаю, а как человек, который сталкивается с этими вопросами. Часто существует такое восприятие, что-то нам платят мало, особенно в IT. Мое личное мнение, что складывается оно из того, что в IT-рыбе очень динамичный, люди часто меняют работу. И это считается нормальным. А дело в том, что когда ты меняешь работу, ты практически неминуемо увеличиваешь размеры вознаграждения, которые ты получаешь. Ну, почти всегда. Ты получаешь больше на новом месте, чем на старом. как правильно торговать с СЗП, во-первых, сначала понять, нужно ли тебе за нее торговаться, может быть, ты и так дофига получаешь уже. Была такая ситуация, например, в 2017, если не ошибаюсь, году, одна компания за очень большие деньги перекупала отовсюду буквально разработчику. И это прям очень много было. Они получали 300% рынка, примерно. И в какой-то момент некоторые начали оттуда уходить, потому что им казалось, что раз они в этой компании получают свои, скажем, 400 тысяч рублей на позиции рядового разработчика, то какой-нибудь уж Яндекс-то 100% даст мне миллион в месяц. А выходя на рынок, оказывалось, что, в общем-то, нет, никому ты за такие деньги не нужен, потому что можно человека с твоими навыками найти за 250 или за 200 даже, например. Поэтому надо понять, как правильно торговаться. Я бы сказал, что, во-первых, этот вопрос лучше всего обсуждать своим непосредственным руководителем. Действительно ли ты можешь претендовать на деньги повыше? Может быть, тебя повысить уже давно надо, никто этого не делает, это надо обсудить. Как правило, если ты хорошо выполняешь те задачи, которые перед тобой ставят, вообще ты суперэффективен, нормально ведешь себя в коллективе, поддерживаешь культуру, если ты хороший работник, то ты в очень хорошей позиции для того, чтобы попросить себе побольше денег. Если ты, ну, с другой стороны, возможно, ты уже и так много получаешь, и тебе просто нельзя повысить, например, по корпоративным правилам, потому что повысишь тебе, надо будет повышать всем остальным, потому что внутренняя справедливость изменится. Так, вот у меня такое ощущение, будто я отвечаю на вопрос, так на него и не ответил немножко, но это сложный вопрос. Ну, тут просто вопрос большой сам по себе, да, но в целом, как бы, главную мысль мы услышали, то, что в первую очередь надо понять, почему, да, ты идешь торговаться за эту зарплату. Я хотел подвязать сразу вот не следующий по списку, а немножко попозже. Тут вопрос, а как узнать, на какую ЗП ты можешь рассчитывать, если в компании запрещено обсуждать ЗП? И человек пишет, что вот он, когда уволился, узнал, что все остальные получали в два раза больше, чем он. Мой ответ будет неприятен. Это сделать в целом практически невозможно, потому что тебе, ну, анализировать свою собственную зарплату тяжело, потому что ты можешь не знать не только, ну, ты, во-первых, не знаешь, сколько на рынке получают такие люди, как правило. Ты можешь знать, сколько в вакансии пишут, но сколько реально получают, ты обычно не знаешь. Ты можешь знать, сколько ты хочешь, то есть знать свой гигиенический уровень. У тебя в компании тоже вопрос непростой, потому что, допустим, там, есть ты, есть твой коллега, вы оба занимаетесь одну и ту же должность, но делаете ли вы одно и то же. Возможно, да, а возможно, вы что-то упускаете, может быть, он делает больше, или вы делаете больше и не знаете об этом. Свою зарплату проанализировать толково практически невозможно, ее надо обсуждать с руководителем, потому что базово руководитель вам как раз и нужен для того, чтобы снимать с вас любую головную боль по любым вопросам, которые у вас возникают. То есть, ваш руководитель вообще всегда должен делать вашу жизнь проще. Если у вас болит голова из-за того, что вы получаете несправедливые деньги, это вопрос в первую очередь. А он уже побежит куда-нибудь в HR-отдел кричать, почему у меня человек получает так мало. А если вы узнали, что вы зарабатываете меньше, чем остальные, то вполне имеете право рассчитывать на толковую обратную связь о том, почему так происходит. Происходит ли так везде, как я говорю? Нет, к сожалению. Но в любом случае конструктивный диалог это один из ваших основных инструментов при любых разговорах с компанией в лице какого-либо руководства. Может, тогда стоит как раз посмотреть на топовый наш вопрос, касающийся того, что рассказывают ли всем про свою зарплату вообще. И я, может, добавлю от себя, известны ли случаи, когда зарплата сотрудников находится под NDA, то есть я знаю много таких компаний в примере, у которых прямо в договоре прописано, что запрещено разглашать свою зарплату. Есть ли какие-то примеры, когда людей за это наказывали, что вообще может случиться? Я про такие не слышал, но надо понимать, почему компании, особенно крупные, не очень любят открытые зарплаты. Потому что это вызывает огромное количество лишней работы на пустом месте в теории. Естественно, я не говорю про все случаи, я их не могу предусмотреть, поэтому, если сейчас у кого-то возникло правильное негодование, извините. Но обычно в компании есть специальные отделы, там работают достаточно высокооплачиваемые люди, которые следят за тем, чтобы с вознаграждением в компании было все ок. Это как раз CNB-отдел. Они, скорее всего, если честная и хорошая компания, крупные компании в IT, как правило, такие. Я знаю, многие, они реально стараются сделать все, чтобы было супер. они, скорее всего, используя огромное количество человек, много экспертизы и так далее, уже выстроили все так, что все в целом достаточно справедливо и с рынком, и с внутренней справедливостью, для IT обычная ситуация, когда по отношению к рынку немножко и несправедливо, потому что выше, чем по рынку на порядок. Соответственно, если зарплаты открыты, особенно в большой структуре, то у миллиарда человек сразу возникает вопрос, почему так? И даже если все нормально, представьте, что каждому нужно это объяснить. Возникнет там, не знаю, 20% недовольных, которые считают, что они должны зарабатывать больше определенной части из них имеют для этого основания, определенные нет. Короче, очень много проблем для организации, поэтому гораздо удобнее создать какую-то самоуправляющуюся структуру, в которой люди не знают зарплаты друг друга, но при этом специальные люди отвечают, чтобы все было нормально. А за процессы пересмотра отвечали ну или мнений, менеджер, или другие специальные люди. Поэтому открытые зарплаты, прям совсем открытые, встречаются только в маленьких компаниях, где это несложно администрировать. В бирюзовых компаниях я, например, видел открытые зарплаты, там все знают все, можно зайти в специальные инструменты, посмотреть, кто, сколько зарабатывает. Более того, в совсем продвинутых структурах ты можешь не только с открытой зарплатой быть, но еще и точно знать, что тебе надо сделать, чему научиться, каким человеком стать для того, чтобы получать больше денег, перейти в такую позицию. но это не будет работать совсем в больших компаниях. Стоит ли рассказывать свою зарплату? Я консультант, поэтому я скажу, а зачем? Это ключевой вопрос. А, говорит зарплату на собеседование, я не так понял вопрос, или это другой, посмотрел. Это уже другой, да. А, другой. В общем, на вопрос, стоит ли говорить коллегам свою зарплату, а зачем? Я, честно говоря, не знаю, но если вам надо, скажите, почему нет. Страшно, вряд ли, что случится. Узнать зарплату других коллег, естественно, чтобы знать, с чем идти в отдел HR. Ну, с одной стороны, да, с другой стороны, тогда будьте готовы к диалогу, почему вы считаете, что вы должны там зарабатывать больше. В любом случае, то есть, аргумент, он зарабатывает больше, вряд ли сработает. Более того, вы поставите своего CNB-шника в неловкое положение, да, как ему объяснить вам, что вы получаете столько, потому что вы в 16-м году пришли, а тот в 19-м, и просто рынок сдвинулся с тех пор, и того нельзя было нанять уже на ваши деньги. Ну, просто, знаешь, ситуации разные бывают, например, когда тебе говорят, что, типа, слушай, твоя зарплата, это максимум того, что мы можем заплатить разработчику твоего уровня, а ты идешь в бар с коллегой, и он выясняется, что он получает в два раза больше, на той же должности, и ты такой, так, мне же сказали, что у меня максимум. Ну, естественно, если вам открыто соврали, то это отличный повод пойти и обсудить, но скорее, почему вам соврали. но в любом случае, я повторю это еще раз, если вы идете говорить про зарплату, приготовьте аргументы посильнее, почему вам надо поднять зарплату, чем я знаю, сколько получают другие. Поговорить про свои достижения, навыки, как вы изменились в процессе работы, что развили, почему и так далее. А просто оффер принести другой компании валидный поинт? Валидный, но чего вы хотите добиться? Ну, то есть, почему-то, опять же, мне, может быть, так кажется, потому что я в основном с IT работаю, но мне кажется, только в IT есть такой вот загон на постоянно получать как можно больше денег. То есть, вообще, все исследования показывают, что зарплата это не самый важный элемент в твоей работе, не так ли? Естественно. Зарплата обычно служит гигиеническим фактором для вас. Если вы получаете достаточно, чтобы покрывать свои каждодневные потребности и откладывать деньги, то, в принципе, зарплата в целом ок, значит, у вас. Ну, обычно, да, я про восприятие большей части людей на планете говорю. И в работе становятся важны другие вещи. Атмосфера в коллективе, корпоративная культура, насколько вы можете реализоваться, можете ли вы там достичь того, чего хотите, или научиться тому, что хотите, и так далее. Очень много вещей. А очень многим ребятам в IT, с которыми я общаюсь, как будто вообще все равно, где работать. Что бы ни делать, лишь бы платили. И это, на мой взгляд, не самая лучшая позиция, потому что она ведет к паническим атакам в итоге, и к депрессии, и к ненатворенности. Может быть, я преувеличиваю, но тем не менее. Зарплата это важно, но это не главное. Не думайте только о зарплате, выбирая работодателя. Я бы так сказал. Говорить ли свою текущую зарплату на собеседование? Если вы думаете, что вам кто-то поможет делать, что хотите на собеседование, поможет ли это? По факту, я думаю, что нет, потому что, ну, то есть, это может помочь, но, скорее всего, когда вас собеседуют, в компании есть определенная вилка, или что-то похожее на нее, в рамках которой вам будет назначать зарплату. Я знаю, обычно есть исключения, обычно компания всегда предполагает, что может быть какое-то исключение по вилке. У нас человек приходит 15-го уровня, но он суперкрутой, таких 5 на рынке всего, и нам надо его забрать. Несмотря на то, что работа у него будет такая, мы дадим ему больше. Но это скорее исключение. Как часто поднимают зарплату? Везде по-разному. В больших компаниях, там, не IT, скажем, обычно делают раз в год, индексация ежегодная называется. В IT-компаниях я видел сценарии, даже в которых зарплата поднималась каждый месяц. Эффективный ли этот сценарий, им не судить, не знаю, потому что здесь у меня лично вопрос, зачем это делать каждый месяц. Неужели каждый месяц так меняются навыки человека, чтобы надо было повышать им зарплату? Ведь проще ввести какую-нибудь систему бонусов, скажем, которая будет отражать твои успехи на работе, чем повышать тебе зарплату каждый раз. Это скорее, да, такой вопрос инвестиционный. Самый эффективный способ поднимать постоянный уровень ЗП. Ну, если ваша компания предполагает возможность постоянного поднимания уровня ЗП, или вам ОК постоянно меняет работу, то самый эффективный способ это развиваться, конечно, получать новые навыки, учиться, ну, то есть работать над своим поведением в целом, поведением в том смысле, в котором вот я компетенции, например, на экране показываю, потому что в любом случае все это очень пригодится вам, если вы будете расти, если вы будете, скажем, развиваться только в профессиональном уровне, когда-то вы все равно встретите потолок, даже если в компании будет миллион экспертных карьерных дорожек. В любом случае рост уровня должности, как правило, предполагает работу с другими людьми или с подчиненными все больше, чем сильнее рост. При работе с другими людьми становится важно уже не столько, насколько вы хорошо код пишете, а скорее, как вы можете с этими людьми выстроить отношения. Я пока быстренько вкину, что у нас времечко уже подходит к концу. Если есть кто-то желающий ворваться к нам в эфир, поднимайте руку, зададите вопрос вживую, так сказать. Да, самих вопросов у нас уже осталось достаточно мало. Если что-то не успеем, перепишите мне эти вопросы в слаг, пожалуйста, я всем отвечу. И, в принципе, можно мне в телегу писать, если хотите. В слаге, мне кажется, был мой номер, но если нет, я добавлю. Я сделал скриншот. Тут есть вопросик про привязку ZP к доллару в российских компаниях. Есть ли такое вообще? Видел, но не часто. Скорее, это история СНГшная. Это история стран с менее крепкой валютой, я бы так сказал. В Белоруссии, на Украине такого очень много. В России не очень. Я так понимаю, такие аутстаффинговые аутсорсинговые компании в основном. В России скорее да. Или компания, которая вообще изначально хочется оппозиционировать как компания Долины, например. Ну, то есть, типа, моя американская компания с русскими корнями. Вот такая история. Но это не самая распространенная практика в России. Все же скорее принято в рублях платить. Как представитель компании английского происхождения с русскими корнями у нас привязки нет. Ну что ж, в таком случае я думаю все. Вопросы я тогда закинул в слаг оставшиеся. Там не так много в целом. Вот. Кирилл, большое тебе спасибо за презентацию, за развесение, за ответы на вопросы. Что позвали. Если есть какие-то еще вопросы, пишите. Хорошо. Все, тогда запись останавливаю.